Учитель из Швейцарии проходит стажировку в Казанском университете. О том, какие впечатления получил иностранный ученый, и есть ли отличия в образовательном процессе России и Швейцарии, смотрите в нашем следующем сюжете. Петер Вассер преподает химию в швейцарской гимназии Вицекона. Для обмена опытом в рамках приоритетного направления учитель 21 века он был приглашен на стажировку в Казанский университет по приглашению проректора по научной деятельности Даниса Нургалиева. Он друг, моя подруга, она живет в Цирихе. Это здесь очень интересный опыт для меня. Я посещал лекции в органической химии в университете и тоже многие лекции в средней школе. В рамках стажировки в сфере педагогического образования Петер Вассер посетил занятия в Институте психологии и образования, Институте международных отношений и Химическом институте имени Бутлерова, а также встретился с учениками на уроках химии в лицее имени Лобачевского и IT-лицее. Я впечатлен доброжелательностью здешних людей. Это очень большой опыт для меня. На занятиях я был поражен тем, как ответственно работали студенты, как они вовлечены в процесс и внимательно слушали преподавателей. По словам Петера Вассера, наличие средних учебных заведений в составе университета – это большой прорыв. В Швейцарии пока такого нет. Я очень впечатлен тем, что в составе университета есть сразу два лицея. Думаю, это очень здорово. Наличие своих школ обеспечивает качественную подготовку педагогических кадров с учетом потребностей современной школы. Также ученый отметил, что, как и в его родной стране, в Казанском университете уделяется большое внимание практике для будущих учителей, поскольку очень важно наладить контакт со своими учениками. Учителя в школах должны мотивировать молодых людей. Если они научатся думать, высказываться и действовать самостоятельно, это очень хороший результат. По словам Петера Вассера, для него большая честь проходить стажировку в Казанском университете. Ведь приехать в другую страну и получить уникальный опыт зарубежных ученых – такой шанс упадает раз в жизни. Диана Шеленкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс.